Добрый вечер! Сегодня я хотел поделиться с вами своими соображениями по истории последних 500 лет. Понятно, что у нас истории нет, и у ни одного народа истории нет. Истории все придуманы, и причем сфальсифицированы, и достаточно грубо. То есть сегодняшние новохронологи находят множество противоречий, множество повторений одних и тех же событий у разных народов со сдвигами, со всевозможными. Ну и самое главное, что, в общем-то, подходов к решению исторического вопроса, в общем-то, нет. То есть, ну один так считает, другой так считает. А как правильно? Ну вот у нас сложился некоторый биологический, я бы сказал, подход к решению исторических вопросов. Он связан с тем, что у нас на Земле много, в общем-то, видов млекопитающих. В идеале, в общем-то, ну такого количества не может быть. То есть, они могут быть, но они должны, в общем-то, быть как-то связаны с человеком. То есть, вот антромоморфные обезьяны, которые, в общем-то, ну их сегодня 4 вида осталось, которые, в общем-то, как так или иначе связаны с человеком, и по хромосомному набору близки к человеку. У них у всех практически 48 хромосом, но у человека, у него встречается от 40 до 56. Правда, эта цифра нигде не обнародуется, это, в общем-то, исследования наших генетиков, которые, в общем-то, это не могут нигде сообщить, потому что, ну это считается расизмом. Вот, везде все равны, и неважно, какое там у кого происхождение. Ну и потом еще здесь вот, я бы еще сказал, применен геологический подход. Геологический подход, потому что, в общем-то, наша Земля, она с точки зрения космоса организована неправильно. Большинство планет, они имеют, ну, достаточно гладкую структуру, если там не было никаких катастроф. А у нас на Земле, по всей видимости, их было не одна, а много, потому что она вся изъедена океанами, морями. Вот, и сам лингвистический анализ того же слова «море» показывает, что оно от слова «мор». То есть, оно имеет искусственное происхождение, скорее всего, это бомбежка, такими оружиями, как описанный в Махабхарате, то есть, который вынимает грунт, и он заполняется потом, эта яма заполняется водой. У нас потому что, по данным геологии, в общем-то, воды в недрах Земли сохраняется в шесть раз больше, чем на поверхности. И это тоже соответствует Махабхарате, который пишет о семи городах подземных, о семи этажах подземных городов. То есть, их там много. Они и сейчас остались. Те параллельные цивилизации, которые у нас сегодня находятся на Земле, и имеющие земное происхождение, они находятся именно в подземных городах. Но то, что они есть, существуют и легенды народов о том, что подземные жители иногда выходят, и, в общем-то, происходит общение, не просто общение, бывают даже любовные истории. И, в общем-то, те люди не могут жить в нашем обществе, которое они считают звериным. А наши люди не могут там жить, потому что они не привыкли к таким формам отношений. И поэтому эти отношения кончаются со всей неудачей. Вот. Ну, начнем хотя бы с того, сколько было ик на Земле. До революции у нас считалось, что было три ига – варярская, готская и татаро-монгольская. Перед революцией варярская было отменено как антинаучная. После революции сразу было отменено готская ига. А уже в конце XX века, в связи с работами новохронологов, отменили татаро-монгольская ига. И у нас сейчас, получается, ик нет. Но это не так. В то же время, значит, в ряде исторических наук разных стран пишется о том, что у нас были и готская, и варярская, продолжат писать. То есть, для них наше изыскание не указ. Но в действительности ни готского, ни варярского ига не было. Ну, как и татаро-монгольского. Вот были совсем другие. Были совсем другие. И это было связано с нашествиями на Землю множества разумных вот как раз существ, млекобитающих, которых у нас неестественно много в нашей биосфере. Но вот, чтобы понять, как начались эти инги, ну, хотя бы посмотреть историю, ну, основных, как бы, народов, которые дошли, эти истории, хотя они, понятно, все написаны, можно сказать, под копирку. То есть, сначала было семицарствие. Это сначала и в истории еврейского народа было написано. Сейчас там уже не семицарствие, а больше двадцати царей. То же самое в Вавилонской истории тоже было семицарствие, но сейчас тоже около двадцати, если не больше царей. То есть, это уже переписано после, ну, то есть, я читал это все в детстве, а сейчас, значит, это уже, так сказать, в наше время. Вот. У индусов тоже о семи манух пишут. Манух – это законодатели, семь законодателей. Вот. То есть, подтверждается, что, в принципе, сначала было семицарствие. Ну, и Библия тоже пишет, что был сначала рай. Не только Библия, практически все священные книги на сегодняшний день пишут о рае. Был рай, был единый язык, единая культура, ну, все было едино. Но потом, по разным причинам, указанным в разных источниках, в общем-то, пошло разделение народов, появились языки. И пошла вот эта вот сегодняшняя история. Ну, все это, конечно, достаточно проблематично, в этого все верить. Но, тем не менее, близко, близко, но не тождественно. Значит, получилась такая история, на наш взгляд. В свое время, когда еще было семицарствие, когда наши предки, как пишет Махабхарата и тех же самых ведах, что наши предки были повелителями космоса, а космос – это множество вселенных. Они жили на горе мира, откуда повелевали вселенными, вот, были бессмертными. Ну, и управляли звездами, понятно, потому что вселенные – это звезды. И вот произошел апокалипсис. Апокалипсис был вызван тем, что наши предки, поскольку они повелители вселенных, они осваивали все новые и новые планеты, все новые и новые системы звездные. И распространялись не только в нашей вселенной, но и в космосе, то есть в параллельных вселенных. И нам было предъявлено ультиматум, чтобы мы переходили на перевоплощение. Ну, и, конечно, наше руководство тогдашнее отказалось от этого предложения. И поэтому случился апокалипсис. Он был не только на Земле, он прошелся по планетам нашей, Солнечной системы, и прошелся по другим звездным системам, где были наши представленные люди. Кстати говоря, вот люди, да, вот и человек, и человечество – это вот как раз наши человеки, которые живут на других звездных системах, то есть в других звездных системах. они как раз характеризуют нашу общность, люди, людчество. Слово исчезло, но оно, в общем-то, само бросится. И вот апокалипсис, он, в общем-то, погубил, где-то по скромным подсчетам, еще там где-то около 40 объектов, планеты и спутников планет. И где остались, собственно говоря, вот эти кольца? Там Сатурн, у него семь колец. Юпитера, там тоже где-то шесть колец. Урана больше всего, там 11 колец. То есть 11 было разрушено. У нас тоже, у Земли тоже два кольца осталось вокруг нашей планеты. Осталась Луна и два кольца. Из чего можно сделать вывод, что у нас было три Луны? Ну и в действительности в астрологии до сих пор у нас используется лилит, ну, которая лили в действительности была, потому что народ оттуда, который сюда бежал, лили у нас остался, они ведут до сих пор цыганский образ жизни, то есть они не смогли адаптироваться, войти в нашу культуру. И была Черная Луна. Черная Луна тоже используется в астрологии. Она на высоте 22 тысячи километров относительно Земли. Там тоже пояс метеоритов остался, астероидов нет уже. Астероиды были пущены на запечатывание тех огромных дыр, которые были нанесены Земле во время апокалипсиса. Погибла цивилизация гекотанхеров. Это цивилизация гигантов, сверхгигантов. Потому что у нас находят черепа. Титана у нас имеет рост где-то около 50 метров. Голова у них получается 1 к 6, если считать, да. То есть где-то 7-8 метров. Такие, в общем-то, черепа найдены из фотографий. Есть черепа, значит, людей, которые около 3 метров. Это вот как раз из полины. Есть черепа, которые имеют, ну, где-то около метра. Их фотографий много. В интернете сейчас можно найти практически все эти черепа. Почему такой разброс? Ну, потому что у нас было 5 цивилизаций. И вот они, рост их обусловлен был тем, что если человек растет, он не стареет. Ну, и вообще любой организм, если растет, он не стареет. И поэтому люди, поскольку были бессмертными, они росли и росли и 50 метров. Гекотанхеры вообще больше, в 3 раза получается, чем титаны. То есть у них рост порядка 160-150 метров был. Правда, черепов таких не найдено. Но их сложно найти, потому что еще Блавацкая писала, что у них было светоносное тело. То есть они достигли высокого уровня своего развития, когда могли перевести нашу материю в тонкую светоносную субстанцию. После апокалипсиса практически цивилизация Гекотанхера была уничтожена. Гекотанхера в переводе с греческого языка – это старуки. Латиняне, они их называли цикламены, то есть 50-головые. А у индусов они тоже проходят как 50-головые. То есть они описаны. Описаны в истории ряда народов. Греческий язык, фактически это жреческий язык. И можно смело говорить, что это язык, и история, и культура принадлежат русскому народу. И вот, значит, эти Гекотанхеры погибли в результате апокалипсиса. Ну, практически все. А оставшиеся, ну, там же ведь не только были Гекотанхеры, там представлены были все уровни роста. И титаны, и исполины, ну, и, понятно, и атланты. Ну, и наш тоже рост был представлен, но не так широко, возможно. Потому что встречались и лилипуты, встречались и гоблины. То есть это разный рост. Гоблины, они чуть больше, там, метра. А лилипуты, они где-то 60-70 сантиметров. Ну, небольшого роста. Они, кстати говоря, встречаются до сих пор. Гоблины тоже встречаются у нас на Земле. И они сохранили свои цивилизации. Надо сказать, свою культуру. Потому что если они к нам, у нас появляются, то появляются на своих летательных аппаратах. Появились они так, почему они имели маленький рост, когда все имели большой. Потому что они жили на деревьях, гигантах. Это встречается в легендах. У них там были свои дома построены. А деревья ведь были очень большие. Сегодняшние гуры, которые мы наблюдаем, фактически это упавшие деревья. Потому что у нас находятся пни не только там по 600-700 метров. Их много, таких пней. А отношение ствола к диаметру 1 к 40. Ну, посчитайте, 600 метров, но это 24 километра высота. Ну, а поскольку у нас было давление 9 атмосфер, как зафиксировано в янтаре, а янтарь это есть смола древних деревьев, то понятно, что 9 атмосфер возможно было в воздухоплавании, о котором, в принципе, говорится. Воздухоплавание это не на воздушных шарах, а вообще можно было плавать, как в воде, при таком давлении. Ну, и поскольку у нас менялись все время условия, в общем-то, у нас менялась и генетика, и менялась, понятно, адаптация к новым условиям. Вот после того, как нам был нанесен этот удар, наши предки быстро пытались заделать эти дыры. Вот, и они, в общем-то, те две луны, которые были разрушены, они здесь вот их этими осколками засыпали, вот эти образовавшиеся, но это не океаны были, они были по 40 и больше километров дырки в земле, потому что у нас гранитный слой, он до 140 километров, и 40 километров, 140 встречается местами. Этот гранитный слой у нас был вынут практически весь, вот его засыпали. Но самое-то интересное, что вот в океанах у нас осталось до сих пор, что гранитного слоя нет. Там осадочные породы. Это говорит о том, что океаны, они искусственно были засыпаны, потому что осадочные породы, ну, это вот с этих лун взяты были. Осадочная – это деятельность, геологическая, биологическая, биосфера деятельность, которая создает эти осадочные породы. Вот, а горы, которые вот образовались, вот они же бывают очень большие, до 5-6 километров и больше, они появились в результате того, что именно не только по 24 километра были деревья, а были и пни такие находят по 40 километров в диаметре пня. То есть, больше тысячи километров, получается, дерево такое было. И у нас атмосфера была, раз в 10 атмосфер, она очень была высоко расположена. Не на, как у нас, не на 70, там 100 километров, да, как сейчас атмосфера. А тысячи километров, больше тысячи. Вот, и когда горы, деревья вот эти стали падать, падение такого дерева, фактически это землетрясение на всей земле. Поэтому их осторожно стали убирать. И когда дерево падает, оно разделяется на 4 части. То есть, образовывались горы. Вот, и у них тоже вот гор, тоже ведь нету гранитного слоя под ними. Тоже говорит, что они, в общем-то, древесного происхождения. А то, что они окаменели, ну, у нас ведь углерод, он при давлении превращается в кремний. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Они окаменели еще при росте. Центральная часть дерева была, в общем-то, живой. А кора и ствол местами, ну, вокруг, он был уже окаменевшим. Но деревья, тем не менее, росли. Они тоже были бессмертными, как и люди на земле. Вот, после того, как погибла цивилизация Гекотанхейров, начался Армагеддон. Армагеддон – это падение вот этих вот осколков лун, которые падали в образовавшийся киан и вызывали потопы. В одной французской книге Олег Павлюченко нашел, описано 16 потопов подряд. Ну, потому что падали эти астероиды, осколки лун. И поэтому были потопы. Массовое было количество потопов. И поэтому наши предки вынуждены были, кроме того, как запечатывать, засыпать эти океаны, они еще должны были избавиться от этих падений. Поэтому был построен купол. Но купол построили сначала вокруг северного полушария, потому что северное полушарие, здесь практически все континенты находятся. А двумя валами отделились от потопов, которые шли с южного полушария. Потому что туда падали метеориты, астероиды, осколки лун. И они вызывали потопы. Ну, вот эти два вала, которые называются змеиными валами, один там тянется аж до Англии, вроде как от Желтого моря. Вот. Ну, и сейчас по нему проходит китайская стена, известная. Вот. Ну, она уже была построена в наше время манжурами, которых, в общем-то, истребляли в свое время китайские власти. Армагеддон сопровождаться начал многочисленными походами на нашу землю. Там получилась какая ситуация? Когда мы не согласились перейти на перевоплощение, и был нанесен вот этот апокалипсис по нам, то есть там были, ну, было какое-то жуткое, там оружие применено, их много видов. В Махапарате их там 15 видов описано оружие. Вот. Оружие Брамы-то, как бы, самое такое, считается, страшное. Там и оружие Шивы. Они близки, но разного действия там, которые вызывают окаменение, которые вызывают потопы, оружие, которые вызывают, ну, то есть экологическое какое-то или геологическое оружие, там, которые вызывают, значит, испепеление всех. Те же самые вот, которые вызывают, превращают в пыль, в фактически вот континенты, то есть разные виды оружия описаны. И надо полагать, что это все правда. И вот начался Армагеддон, и начались походы. А внутри нашего руководства, в то время у нас был царь Переслав, но я о нем уже говорил, что это Иван Грозный, сейчас я о нем не буду останавливаться. Вот он продолжал считать, что надо все равно сохранять бессмертие. Владимир это его внук, хотя нам говорят там, что он сын Ярослава, вернее, Ярослав его сын, Ярослав сын тоже Переслава был. А сам Владимир как раз сын Ярослава, не наоборот, как рассказывают. Вот и он считал, что надо переходить на перевоплощение. И вот первый раскол у нас в Ильнии произошел, когда Владимир в общем-то ввел перевоплощение. Он крестил ту часть народа, которая его поддерживала и ввел Танаху. Танаха это слово тянуть. Не современная трактовка, как переводится сейчас. Вот это именно слово тянуть. Ну сейчас говорят, что вот вроде как евреи там отдельно это не так. Евреи потомки жрецов. Сколько было завоевателей их жрецы, наши жрецы. Их сейчас всех объединили и поселили там в отдельном государстве. Но фактически надо знать, надо разделять. Потому что если мы не разделяем, не различаем, это означает дегенерацию. Потому что дегенерация переводится на русский язык как неразличение. Вот у них там 49 где-то всевозможных народов, течений и прочих так сказать конфессий вместе объединенных, в том числе с захватчиками вот которые приходили к нам на землю но были выкинуты или не смогли удержаться или не смогли сохранить свою культуру. Но нас многие не смогли сохранить потому что у нас было 19 походов римских описанных якобы за гробом господним но в действительности это захват земли предполагался и практически со всеми этими захватчиками были разборки и мы в общем-то побеждали именно раскол Переслава с Владимиром привел к первому расколу нашей религии появилась Танаха и появилась ну и была собственно говоря старая священная книга наша канон куда входил и Принципат и Тора и Веда и Веста они все были там Тора это не то что сегодня пятикнижа Моисея Тора это в принципе описана дисциплина колодавства управления событиями управления календарем потому что кто владеет календарем тот управляет историей это было у жрецов все им под контроль сейчас это никакого контроля нет даже со стороны потомков жрецов этих знаний нет они сохранились у хранителей древней православия и собственно говоря вот православие оно появился термин именно благодаря Владимиру Владимир ввел термин православие потому что он ввел перевоплощение и православие это прежде всего перевоплощение сегодняшнее православие понятно никого отношения к Владимирскому православию не имеет. Но это поссорило, конечно, Переслава с Владимиром. Но здесь появился еще один персонаж. Не буду сейчас всю историю там рассказывать, она длинная. Вот появился персонаж Ярослав Мудрый, который считал, что все, кто хочет быть бессмертными, пусть будут бессмертными, а кто хочет быть перевоплощенным, пусть перевоплощаются. И вот поэтому появилась вторая священная книга под названием Каббала. Каббала – это есть кабальство и есть каббала. Каббала – это священная книга, а кабальство – это дисциплина, дисциплина тела. У нас потому что все вот эти дисциплины, они связаны. Дисциплина рук – это магодейство. Дисциплина пальцев – перстодвижитация. Дисциплина ног – это движитация. А дисциплина тела – это кабальство. И оно в какой-то степени связано с кабальством, но это не одно и то же. Это разные вещи. Сейчас словом Каббала называют у захватчиков что-то для того, чтобы опять же зачеркнуть нашу историю. И поэтому было сразу три появилась книги. Ну не сразу, а через какое-то время. То есть вот Каббала, Танах или Танаха и Канон. Так он и остался. Ну и началось в конце концов противостояние Владимира и Переслава, привело к началу войны. Вот столетняя война, которая описана в нашей истории, официальной, она была вызвана противостоянием чисто религиозным. Ну а поскольку Владимир должен был какую-то поддержку получить, и он крестит свой народ Русу. Рус, который проходит у нас по греческой мифологии, ну это надо считать, что русская мифология. Потому что греческий и жреческий язык одно и то же у нас в 19 веке еще на греческом языке всех службы шли. И потом только вот уже в 20 веке создали Грецию, но тогда создали много стран, потому что все было Российской империей. Хотя она и римская в действительности, но называлась Российской империей. Вот. И вот он крестит Русу, почему появился слово русский, и крестит он не просто так. Для того, чтобы противостоять, во-первых, Переславу, а во-вторых, для того, чтобы ввести вот этот язык. Он вводит язык. Мы смогли воздействовать языком. Мы все были казаками, казали, потому что показывали образы. А здесь язык использовался не только для общения с богами и природой, но и для войны, и для общения между собой. Владели только жрецы, а он вводит для всех. Потому что, во-первых, начались походы крестовые, которых было 19 официально, а не официально, может и больше. И для того, чтобы им противостоять, надо было иметь воинов. Потому что в основном воинами были жрецы. Потому что они владели волшебными технологиями, могли взаимодействовать. Но у Владимира было мало сил. Он был в меньшинстве, в огромном меньшинстве по сравнению с Переславом. И поэтому ему приходилось тоже выступать, отражать вот эти римские походы. Вот он вводит русский язык. И когда это произошло, он переименовывает теперь уже свою Танаху во Весту. В каноне была Веста, была Веда, мы уже говорили, да, была Тора, Принципат. Принципат – это, в общем-то, описание принципов. Потому что раньше не было науки, была Тривия. И наука, она появилась только в начале 20 века. Это нам рассказывают, там, про Галилея. Но это все художественные измышления. Тривия, она не объясняла мир как наука, она его созидала с помощью принципов. И этих принципов было и сотни. Какие принципы мы знаем, да, они говорят о том, что мир в действительности созидался. Подобное притягивает подобное. Все во всем, что в большом, то и в малом. Ну, их так много, этих принципов, которые дошли до нас. Вскрижали Гермеса Трисмегиста, например, в какой-то степени основные принципы. Ну, и множество других принципов, которые еще сохранились в древнеправославных. А древнеправославными, кстати говоря, это не православие владимирское. Это как раз Ярослав Мудрый, который связал и Танаху, и Канон, который создал Кабалу. И он назвал древле, древле не потому, что древнее, а потому, что это дерево. У нас потому, что все боги были на небе. Вот все созвездия зодиакальные. Зодиакальное слово садик. То есть, вместо богов поставлены были деревья. Но это, чтобы не раздражать этих завоевателей. Священные деревья у каждого бога, потому что было свое священное дерево. И, покрестив Русу, Владимир, он фактически ввел новую Библию. Но не Библию, а священную книгу, а Весту. И он продолжал сражаться. Помимо еще крестовых походов, еще и с Переславом. Потому что там не все было просто в отношениях. Хотели убрать Владимира. Когда удалось, в общем-то, убить Переслава. То есть, Переслав – это Иван Грозный. Это как бы последний царь. Последний царь из Семи Царствия. Его эстафету принимает Яра Мак. Который сейчас известен как Ермак. Но это испорченное имя на современный манер. Ермак, он, в принципе, сражаясь с одним из первых походов, которые сделали гуны. Гуны Катила. Но его Атилой называют. Который, собственно говоря, принес католичество на Землю. И вот католический этот стиль, он сохранился у нас в архитектуре. Его готикой называют. Но это, в действительности, гуновский стиль. Гуновский есть, но он такой легкий. Легкий, типа барокко. Вот это готский стиль. Ну и вы сейчас готите с кем, чтобы скрыть это песенарское или песенежское иго. Вот пошли вот эти завоевания. Вот эти завоевания как раз и определили количество ик у нас на Земле. То есть, вот эти все 19 римских походов, это походы разных видов, с разных созвездий. Но в основном, конечно, шли из созвездия Большого Пса. Вот Сириус там, да. Ну и созвездия Малого Пса тоже шли. Потому что вот те, которые представлены, вот Лисийцы там, да. Они тоже были завоевателями. Но были превращены, потому что у нас все воины были фактически магическими. И шло превращение видов в неопасные формы. Но тоже, значит, в какой-то вид. Поставить его на четыре кости. Удлинить ему морду. Или сделать ему клыки, чтобы он не мог производить звуки. А вся магия, она строилась на звуках. У нас была халдея. Ну и галдея, правильно. Которая, в общем-то, позволяла определенные звуки производить, вызывающие всевозможные превращения. Но они должны были, естественно, совпадать с мерами. С определенными, должны, значит, иметь определенные частоты, кратные этим мерам. Чтобы такие вот вещи происходили. Но Ермак, он, в общем-то, ну это долго превращать. Нас ведь просто убивали землям. Вот эти гунны, которые вторглись на землю, они захватили сразу всю землю. И просто убивали людей. Поэтому он вводит разрешение в канон убивать. И вот у нас Апричнина, которая ездила там с этими головами, персиями. Вот она как раз свидетельствует о том, что это нововведение было доведено до практического применения. То есть начали тоже убивать. И канон превратился в палию. Палия от слова «палить». И палить, ну у нас дело в том, что не было огнестрельного оружия. На старых иконах, которые нам не показывают, есть изображение Георгия Победоносца, у которого из лба, из межброви идет луч силеный, который поражает как раз рептилию. То есть у нас каждый мог это делать. И, кстати говоря, Ури Геллер, он тоже советует, для того, чтобы погнуть ложку там или какой-то предмет, представлять зеленый луч из лба, который гнет эти предметы. То есть способность этого людей до сих пор сохраняется. Но там не только гнуть, естественно, это было связано с уничтожением этих пестиглавцев, вторжившихся. Это практически был один из первых захватов. Атилов, он вообще соответствует Калевину, тот, который, в общем-то, нас установил, это католичество. И фактически Европа, практически было все захвачено, потому что этот стиль, он везде готически распространен. Но параллельно у нас вторглись люди-рыбы, луаны. Это шумерские легенды, дошедшие до нас. И вот их как раз возглавлял Вишну. Почему Вишну? Потому что Вишна на многих языках европейских означает рыбу. И Вишну он как раз вот командовал. И надо отметить, командовал Ванами. И надо отметить, что вот индийская культурология, она сохранила эту историю вот этих всех ик и вторжений. Ну, понятно, там нет, про вторжения нет, про их. Но то, что у них священными животными являются, например, слоны. И слоны, они тоже вторгались у нас на землю. И Шивы, например, он тоже имеет слоноподобных детей Ганиши, того же, например. И вполне возможно, он возглавлял слоноподобных, которые у нас проходят по карамзинской истории, как хобры. Вот, готы сначала тоже вторглись на нашу землю. Но потом они стали нашими союзниками, когда они не поделили с гунами, ну, которые в действительности проходят по карамзинской истории, как печенегирь. А правильно, если прочитать, то песенаги. Вот, ну, и готы это были люди-коты. Они хорошо описаны у Булгакова. Не они, он хорошо описан у Булгакова. И не думаю, что Булгаков выдумывал это из головы. Про кота в сапогах. Ну, мы знаем эти старые сказки, которые, в общем-то, у европейских народов сохранились. Вот, то же самое. Они стали нашими союзниками, как их хобры стали нашими союзниками. Слон – священное животное у индусов. Были бычеглавы. Они тоже описаны у многих народов. Но не у многих, у ряда народов. И самое интересное, они присутствуют в барельефах. С ними бои там организованы. В той же самой Кампучии, который сейчас в Камбодже, храмовый комплекс Анхор. На юго-востоке, где сохранились эти храмы, недавно открытые, которые были заброшены и заросли тропическим лесом, там эти барельефы с бычеглавами находят. К ним же можно отнести тех же людей-птиц. Тоже не в барельефах присутствуют. Но они присутствуют и, в общем-то, у нас, люди-птицы. По ведической литературе, там был гаруда, возглавлял этих людей-птиц. Но которые, в общем-то, у нас они, как корсуни известны, и курвы. То есть, их был не один вид, их много видов. Всегда вторгаются, большое количество видов, естественно, для того, чтобы захватить. То есть, они захватили фактически и водную акваторию, и воздушную. И были бычеглавы. Бычеглавы тоже вторглись. Их возглавлял Говинда. Откуда от слова «говядина». Говинда, он проходит по индусской истории. Но, правда, он просто как бы предводитель. Он даже не бог. Он есть в воплощении того же Вишну, того же Кришны. А вот Кришна, он атик. Вот были атисты. И откуда атика? Вот они захватили Грецию. Это люди-крысы. Вот их возглавлял Кришна. И люди-крысы, они тоже проходят по ряду легенд. Вот этих походов, ну это минимум, 19 минимум. По расположению количества хромосом мы можем определить, когда какой поход состоялся. Почему мы берем в основу именно расположение хромосом? Потому что чем дольше вид существует на Земле, тем больше у него происходят мутации. В силу того, что у нас менялись условия. Вот когда погибла цивилизация Гекотанхейров, начались войны. Войны были прежде всего, вот вторжение было людей-безьян во главе с Хануманом. И вот Хануман, в его рядах было 500 тысяч видов, это согласно Панмапуранам, 500 тысяч видов антропоморфных обезьян. 500, это не 500 еще войска, а видов. А если каждая по миллиону, то это сколько получается? Какая была Арава, которая вторглась на Землю? Разве могли устоять титаны против этой армады? Но в принципе они устояли. Потому что Ермак разбил Ханумана, но потерял все свои войска. И вот у нас сохранилось выражение Пирова Победа. В действительности это Ермакова Победа. Пиров не был такого персонажа, а Ермак был. После этого вторжения фактически образовалось государство Ханаан. Ханаан – это предтеча Византии, потому что Византия – это уже Анты. А Ханаан – это тоже Анты. Но Анты, они, может, честь Анну они названы, может быть, по другой причине. Но главное, что они здесь закрепились. И это уже была не воздушная, не водная стихия, это уже была земля. И вот Византия, хотя считается, что это православная страна, но у них странное православие. Потому что оно было вопреки нашему православию. Тоже строительство церквей, то есть храмов. У них оно совершенно не соответствует православным видам наших храмов. Не соответствует совершенно. У нас не церковь им назывались, а кудами. Куды, вокруг них было четыре звонницы. Четыре звонницы, которые могли создавать стереозвук, поскольку на них одновременно звучали одни и те же колокола. Но не только колокола. Но мы сейчас говорим колокола, мы не будем вводить старые эти термины. И поэтому возникал стереозвук, который распространяется по всей земле. И поэтому храмы православные играли роль передачи информации. Они сохранились у нас вплоть до войны. Во время войны у нас колокола все эти сняли, якобы на патроны. Спрятали якобы. А потом сказали, что говорящие колокола их называли. И сказали, что говорящий колокол в секрет утерян. Нам сейчас говорят. Но это как раз и утеряно, вот это четыре звонницы. Но тут никакого секрета нет. И стали строить вот эти так называемые византийки, в центре купол, по бокам четыре бесполезных купола, которые имитировали якобы вот эти звонницы. И вот то, что Анатадж Махал, это православный храм. В Турции, в Стамбуле много этих, бывший Константинополь, правильных церквей сделано. И вот после этого, когда уже Переслава они смогли уничтожить, когда Ханумана разбил Иеромак, но тем не менее они закрепиться смогли. Они закрепились, вот как раз Египет, они закрепились, значит, южные страны. Ну, сегодняшние южные страны Европы и Турция. Вот эта вся территория была под Византией. Ну, она, в принципе, и так на картах нанесена. То есть здесь открыть никакого нет. Но то, что таманты, вот это люди-безьяны, потому что у них в том же Каирском музее хранятся вот эти черепа людей с вытянутыми макушками. Ну, а кто видел снежных людей, так называемых, у них у всех вот эта макушка. И вот они были на территории Польши и Украины тоже, потому что хохлами называли тоже антов, то есть людей-обезьян. И то, что у нас антанта потом создалась уже в 20 веке, антанта – это как бы стремление к этим обратно вернуться в Византию. Вот там Большая Антанта, Малая Антанта были. И дальше у нас произошло следующее. Владимир, он ищет связи с Византией, потому что вот этот Межгалактический Совет, который, в общем-то, стоял за вот этими всеми походами и за Византией в том числе, он ищет связь. И он поэтому, перед тем, как сделать связь с Византией, произошла такая штука. С реформой Ермака мало, ну, вернее, были люди, которые не согласились, что можно убивать. Потому что, ну, как бы мы опускаемся до их уровня, там, ну, обычный разговор. Возглавлял их Баян. Баян предложил не убивать, а убаюкивать. Настоящее имя у Баяна Яра-Яр – православное имя, вернее, древле православное. А еще правильно сказать – ведовестийское имя, потому что у нас ведовеста и был ведовестизм. Вот. И откуда сохранились вот Баян, да, убаюкивать, боеслово появилось. Вот, а само Яра-Яр – арии пошли. И ария – это тоже с песней связано, потому что она тоже убаюкивала. И сканда появилась. Сканда на санскрите. А санскрит, языковестный древнерусский, это один язык. Хотя их стараются сделать разными, но это один язык был. Вот. Асканда – это тоже песня на санскрите. Искандербек есть такой воин. Он сохранился как национальный герой у албанцев. И Скандинавия, который, в принципе, Баян покорил, в честь него она названа Скандинавией. Вот. Искандербек, он, в общем-то, был воином. И когда погиб Владимир, он продолжал его дело. Потому что он объединиться, вынужден был. Он поссорился с Ермаком. И надо было как-то защищать себя. Ермак был серьезный противник. Понятно, что Баян против него с маленьким кусочком, отделившегося от его страны. А его страну назвали Иудея. Иудея, потому что было крещение Дею. Поэтому Иудея. У нас, потому что все священные слова, они имеют приставку И. иконы, иеромонах, ну и так далее. Вот. И поэтому Иудея. Иудея это, ну сейчас это связано с евреистом современным, это неправильно. Иудея связана с Деем или с Даосом, как сохранилось, было у манжуров, у которых всю культуру взяли на вооружение китайцы. Вот. И Даосом, это как раз те, которые стояли за бессмертием. Иудея это, люди, которые не отказались от бессмертия, физического бессмертия. И поэтому Баян соединился с Владимиром. Но поскольку он канон переименовал в Зент, Зент это песня, Владимир с Баяном, когда соединились, у них стало книжка священная Зента Веста. И поскольку Владимир искал понимание со стороны вот этого Межгалактического Совета, который стоял в общем-то за Византией, он решил жениться на Антке, на принцессе Анне. Но это и в официальной истории проходит, что Владимир был женат на Анне. Но у него уже были жены. Но это не мешало. И, кстати говоря, одна из реформ была, что цесаревичем, он был цесаревич, как и царевичем, как и царям, разрешалось жениться на других видах для того, чтобы укреплять государство. Но раньше не государство, а державы были. Вот. И поэтому, когда произошла эта женильба, а сначала, когда произошло объединение Баяна с Владимиром, появилось государство Израил. Владимир, когда создал, вот, крестил Русу, да, появилась Руссия. А когда, значит, они объединились с Баяном, Баян крестил свой народ Переславу. Переслав уже был погибшим. Вот. И поэтому Владимир ведь вынужден был отказаться от числа богов. Числа боги, они, у нас в первом коне 24 бога, во втором коне, а это бесконечно идет, вот это деление. И поэтому Владимир свел весь пантеон к семи богам, Владимирский пантеон, так называемый. Вот. И когда у нас произошло объединение, там славь была выкинута как богиня. И поэтому Переславцы, они стали персами. Славь, потому что была выкинута из имени Переслава. И вот Персия, соединенная с Руссией, появилось государство Израэл. А когда Израэл соединился с Византией, потому что Владимир стал императором Византии, женившись на Анне, появилась Великоруссия. Вот при Владимире появилась Великоруссия. Но столетняя она продолжалась. И вот в этот момент Владимир дальше идет в угоду, угождает захватчикам, оккупантам, и он вводит Талмуд. Талмуд, когда он отменил вообще все марки. Марки это божественная система. У нас их были десятки этих марок. То есть деревья боги, слова боги, фразы боги. Но там их множество. Вещи боги. То есть можно было любую вещь намолить, она становилась богом. Слово можно было намолить, она становилась богом. И на этом принципе вот эти марки все были выстроены. Вот то на боги, то есть то, что с музыкой там связано, хру на боги, это все было выброшено. Это все марки с тебя были выброшены. Появился Талмуд и появилась Едина Божия. Владимир отказался от семьи вот этих богов. Вынужденно отказался. Не потому, что он такой непонимающий, он именно понимал все, но он не хотел, чтобы нас совсем растоптали. А война с Ермаком, она продолжалась. Столетняя война, она так и длилась. Она то вспыхивала, то заглушалась. И в этот момент, персонаж, которого мы называем Крестасом, вот Крестас, это был сын Марина Мнишек. Марина Мнишек, но это тоже имя православное, потому, что как только Владимир принял православие, он вынужден был отказаться прежде всего от именной системы. именная системы, вот в деле православие она сохранилась, и у идеев она сохранилась. Ну, у Ярослава Мудрого она была названа Вавилония, его страна, когда он кабальство ввел. Вот, но Ярослав Мудрый потом вынужден был с Ермаком объединиться, фактически они воевали все время вместе, хотя у них разные были религии, и он всегда Ермака поддерживал. А вот когда они слились, у Иудея и Вавилония появилась Ассурия, это как раз противовес Руси, потому, что Руси, она признала язык, а они не признавали введение звукового языка в качестве общения, способа. Вот, и когда они вниз, вот Ассурия, она дошла до нас как Ассирия, а в действительности Ассурия, и вот Ассуры, которые описаны у индусов, они фактически, ну, Индия сохранила историю завоевателей, как они пишут, а мы, в общем-то, не сохранили свою историю, но она в какой-то степени отражена в греческих легендах. Вот, и вводится вот Талмуд, Владимир ввел Талмуд, но это было его последнее нововведение, фактически. И вот, когда Крестос, Крестос ведь тоже женился на Антке, и вот прозвали Крестосом, что он скрестился, и вроде как из-за этого его распяли иудеи. Но это не так, потому что Крестос, он был племянником Ермака, Ермак бы не стал убивать своего племянника. Вот, к тому времени Крестосу, он, вообще его имя арест, но это легко доказать, но я это сейчас делать не буду. Арест, и то, что у нас еще старое название Марса Арис, вот, тоже говорит, что он был связан с Марсом до апокалипсиса. Вот, его, скорее всего, Крестоса убили как раз вот Песеглавцы, но все свалили потом на иудеев. И это неудивительно, потому что всегда у них главное оружие это ложь у Песеглавцев, Песенегов, Песенагов. И самое главное это развязать невидимую войну. У нас война всегда видимая, то есть мы знаем вот враг, вот мы так вот воюем, а у них невидимое. Они подменят руководителя, они заставят руководителя, стащив у них жену или детей или еще кого-то поступать таким образом, как им выгодно, а не как государству выгодно. И с ними война идет все время. Песенаги это в принципе римская, на сегодняшний день название имеет Римская империя. И Римская империя фактически началась с Петра Третьего. Но они сами так пишут, Петр Третий основатель Третьей Римской империи. Но если сказать, что Первой, Второй Римской империи не существовало. Можно считать, конечно, Византию Второй Римской империей, но она воевала всегда с Римом тоже. И последнее как раз уничтожение всех этих, они же жили, эти анты везде, их поселения до сих пор сохранились. Я не буду говорить, где храмы есть, храмы солнца, между прочим. То есть у них, говорю, странное православие. И они вынуждены были, когда погиб Крестос, крестить и народ как спасу. То есть это Владимир еще успел сделать, крестил Спасу. Когда он входил на престол, в данном случае, конечно, трон Византии, он получил новое имя Соломон. А когда он уже погиб, он получил посмертное имя Мавасол. Мавасол, откуда вот мавзолеи идут, и ему был построен мавзолей, который потом был разрушен. Вот его одно время даже признавали как чудо света. Хотя в нем ничего чудесного нету. В этом плане Каба, которая была построена в Мекке Магомету, она более интересна. по своей и конфигурации, и по изготовлению. Ну, так вот, после того, как эта столетняя война подходила к концу, фактически погиб и Владимир, и погиб Ермак. Дело Ермака, в общем-то, продолжал. Ну, там у нас была и княжна Тараканова, которая Тара просто имела имя. Ну, а Тара сейчас у буддистов, это главная богиня. вот, то есть, они не только сохраняют историю захватчиков, но свою они тоже сохраняют. И вот, когда произошло уже, значит, это уже было четвертое законе, потому что первое законе как Танаха, второе законе было Авеста, третье законе было Зент-Авеста, четвертое законе было Талмуд. И вот после этого, фактически после смерти Владимира остался у него Владимир Мономах, он уже был от Анны рожден и Владимира Мономах. И Мономагов она, в общем-то, пошла потом в династию. Она до сих пор, у Антов она до сих пор. Вот, и получилось так, что именно Мономах, он появился в России потом, вот, в его времена. В Готе командовал ну, то, которого мы знаем как Иван Царевича, который же и есть Магомед. Посмертное имя у него было Магомед. И вот объединение Великой Россий и Готи привело к появлению как раз России. Но это уже случилось времена Владимира Мономаха. И в это время у нас происходит... У Готов, значит, там была такая история. Иван Царевич поддерживал Марину Мнишек. А Марина Мнишек, она, в принципе, была продолжательницей в какой-то степени Ярослава Мудрого, ну, и Ермака тоже. Ну, а он тихонько давал и воинов, и там поддержку, ну, что мог, то давал. А поскольку у нее не всегда окончались битвы, победами, то гибелью как раз воинов, которые он давал, к нему был приставлен Петр. Петр это был год. Не брат Ивана Пятого, как нам говорят, а именно год. И поэтому, когда, значит, с Иваном Пятым было покончено, ну, его то ли отравили, то ли убили, в общем, а получилось так, что год Петра подменили. Уже не год был, а был отписи главцев Петр. И вот этот Петр начал, значит, свои реформы. Вот, скорее всего, он и убил. Ивана Царевича. Вот эти реформы, они совпадают с тем, что мы говорим, никоновская реформа. То есть, Петр самозванец, ну, как бы никонов получил имя. То, что коны были отменены, перевоплощение было отменено, а это самое главное. и получилось так, что после отмены всех вот этих чудесных вещей, хранившихся еще в православии, восстали прежде всего сын Петра Гота, настоящего Петра, был как раз вот Алексей. И у него было еще два сына, Петр и Павел, которых сейчас объявили апостолами, а они в действительности то есть, они креста с уникой отношения не имели. Ну, у нас сохранилась Петропавловская крепость, потому что их было восстание. Вот у римлян оно проходит как восстание Грахов, а у евреев как восстание Маковеев. Восемь дней оно продержалось и вот у них этот праздник Ханука. Он в общем-то характеризует период восстания. Алексей, если вы посмотрите его лицо и посмотрите лицо Будды, это одно лицо. Ну и потом ведь смотрите Никону противостоял Авакум или Абакум правильно, потому что в честь него Баку там названо. А Бак вообще на ряде языков там ну сейчас я не буду перечислять их, означает просветленного, пробужденного Бака. То есть Будда противостоял Никону, то есть Петру первому самозванцу. И получилось сначала, когда Алексей сбежал из дворца, он в общем-то промышлял разбойами. Разбойами и вот сложилось вот это сказание Робин Гуди в этот период. Но потом, когда он окреп, у него появилась войска и как раз в Будапеште состоялась присяга Будаперта. У нас навсегда Перун ставил печать, а здесь поставил печать Будда. То есть ему клялись и в общем-то ставилась печать на тех, кто поклялся Будде. Ну и потом ведь у них вот эта трепетака, которая появилась им еще имеет палийский канон названия. То есть они с палией связаны. То есть готы они фактически все равно придерживались палии. И потом они были уже нашими союзниками. Они сейчас наши союзники, хотя их эти пятиглавцы уничтожают как только узнают где какие-то готы еще остались. Но они есть. Будда был захвачен в конце концов Алексей. Он проходит еще в грейских легендах как Зенон. Но в действительности сан он. Потому что у нас сан год Петербург. В честь Алексея сан год и Петра. Петра тоже гота. Гракхов а он когда его захватили не стал им ничего говорить ему выплюнул язык свой в лицо своих палачей. Хотя нам рассказывают что Алексей во всем сознался выдал там всех ничего подобного не произошло. Он именно как герой закончил свою жизнь. восстание вот этих вот Гракхов Петра и Павла они восемь дней продержались. Но они смогли уничтожить Петра. Но там пришел Пет Третий Пет Третий который в общем-то с ними тоже расправился. И Пет Третий фактически считается основателем Третьей Ринской империи. А в действительности в его как раз время произошло уничтожение Бастилии и ряд других там тюрем. И самого Петра Третьего тоже убили в этот момент. И он кстати соответствует Карлу Десятому. Ну это как бы король Франции. Но у них идентичность и внешнего вида. Ну и потом Франция тоже входила в Римскую ну или Российскую империю. Так вот перед этим значит было два таких мощных нашествия. Значит Александр Невский он разгромил всю эту католическую нечисть под которой скрывались писиглавцы. Ну вот он разбил псов рыцарей. Вот но это реально псы потому что они были писиглавцы и все иконы были писиглавские. Они же иконы вводили. У нас то были введены сначала истуканы там буки ну то есть изображение высеченное или в камне или в дереве изображение богов но это было тоже иконоборство было и идолоборство тоже было вот но это все реформа так вот Александр Невский он разгромил его кстати говоря Невским назвали не потому что на Неве была битва Нева она так не называлась она называлась Тоска она названа в честь Невского потому что у него православное имя было Новосем у нас хотя он и был уже православным то есть он не имел древле православного имени но тем не менее у нас всегда было двоеверие на поверхности одно а внутри другое поэтому Навский Невский вот но безиглавцы использовали бактериологическую войну ну говорят что чума там была да но я думаю что это была не чума это была лихорадка пикардия которая когда человек заражается на следующий день умирает там нет инкубационного периода и она эффективна когда вот именно распыляет эту заразу над войском войско все погибло ей на смену ему на смену пришла его супруга Александра Блечиславовна которая фактически организовала женщин против вот этих песеглавцев потому что они пытались захватить и она вот последний ее бой был Красному Маевом Кургане потому что ее мамой называли Невского батей как новохронологи определили вот но а ее мамой ну нам рассказывают про Мумая рассказывают про Батыя что это якобы не наши но это наши люди были вот и Александра Блечиславовна чтобы сохранить народ потому что все войско было ну все мужчины были на войне все погибли от этой лихорадки пикарди вот потому что от чумы такого нет падежа чума там 30% она только падеж вызывает население а здесь 100% вот и она разрешила соединяться с Готами ну и с Антами у нас поэтому появилась кровь А у Готов потому что кровь А и кровь Б западные Готы это кровь А а кровь Б это восточная вот и появился резус-фактор резус-фактор нам от Антов достался и она вынуждена была ввести уже пятое законе книжку Заар Заар разрешал жениться нам и выходить замуж за другие виды для того чтобы сохранить популяцию Земля вот раньше при Владимире там разрешено было только царственным особам это делать а тут уже было разрешено всем поэтому Заар вот это и ее назвали Суной а Суной ее назвали потому что она ввела временные законы она разрешила иметь гаремы потому что женщин было много мужчин немного и гарем там там до 300 жен можно было иметь и можно было иметь наложницу наложницы это не рабыни как нам рассказывают наложницы это те кто вносили налона семя для того чтобы оплодотвориться мужчина же не мог всех оплодотворять вот и поэтому в общем-то вот эти все нововведения гаремы наложницы гетеры появились именно в это время потому что женщины все равно хотели иметь мужа пусть он там один там намного но муж и вот все секреты гетер они вот как раз разработали именно в то время но сейчас в Москве я слышал что есть эти курсы учат женщин как привлекать мужчин а когда появился Петр самозванец он вел мишну мишну вообще на одно из значений на иврите означает восстановление памяти но это как издевательность тоже звучит потому что в действительности Петр первый самозванец отменил перевоплощение понятно что Будда Алексей ну то есть он весь народ увел и они в общем-то оставили перевоплощение хотя они сейчас признали что перевоплощаться это плохо лучше значит оставаться на том свете и получилось так что Будда в общем-то Петр первый самозванец поймал фактически казнил его а его казнили вот братья Петр и Павел но их разбил Петр Третий который считается основателем Третьего Рима Библия которую потом уже ввели это было 820 год но напечатали где-то миллион штук раздали бесплатно это пришла на смену уже Мишну Библия и внешне там было отменено переплощение а в Библии была введена покорность почему говорят что именно Петр Третий является основателем Третьей Римской империи потому что народ был покорен народ был покорен но это вызвало раскол раскололись вот как раз отошли мусульмане которые не согласились с покорностью но и крестьяне им уже Библия была навязана произошло как раз объединение христоферианства и крестьянства крестьянство это раньше была конфессия а когда произошло объединение появилось христианство христоферианство это в честь крест христофера песеглавца когда вот такое объединение произошло вот христа такого нет персонажа есть крест и есть христофер а христа нет но об этом кстати говоря некоторые заявляют деятели сегодняшней церкви но это правильное заявление но ты за всем за библией стоял как раз пет 3 основателем как раз второй римской империи является иван 3 но иван 3 это действенности владимир у нас вот первый там второй третий четвертый иваны они попутаны то есть потому что вот Александр Невский разбил псов рыцарей погиб от тоже псов рыцарей но в результате этой пикарди лихорадки вот и земля была этими песенагами захвачена тогда они византию начали мочить всех антов тоже мочили то есть что это вторая римская империя это не так но назвали ладно пусть считают так вот и вот тогда стал как раз Дмитрий Донской но Дмитрий Донской это придуманное имя больше соответствует все большое гнездо который создал ну во-первых он создал русские каганаты каганаты это вообще старое название партизан каганы ну сейчас понятно что каганатки и в Рим относят но тогда не было наших официальных представителей на земле только в лесах прятались вот тогда огненно подсечное земледелие стали вводить охоту ввели потому что там люди превращались чтобы избежать от этого маразма они могли превращаться в животных ну и сейчас эта способность сохранилась у ряда людей которые в общем-то хранят эти знания как это делать вот и сел большое гнездо он вводил фактически во-первых было же 16 потопов как мы уже говорили пока сделали купол вот а второй купол я точно не знаю успели его сделать или не успели потому что были вот эти походы все время но вторглись люди ослы ассы так называемые но их конечно спровоцировала песенажская империя ну или римская империя и вот уже тогда пришел на смену этому кальвину лютер или иван лютер его еще называют вот и он уже принес протестантизм а вот с ними как раз вот этот вот дмитрий донской он же один вот вы где старая там старший младший эд описано война одина с ванами но все попутано опять ванны это были крещены мы вене окрестила нас марина миши как раз она как раз имела арк имя потому что она была как бы представительница арсании арсания до сих пор сохранилась в подземном мире вот и она не арсания арк получается но она вообще-то арс один он разбил асов в конце концов и вот он как раз водил ну как говорят моисей 40 лет водил по пустыням ну там по болотам водил потому что были же болота везде земля не успела отойти от этих вод и 40 лет он водил потому что он воспитывал витязей а витязей ну это четвертый уровень лучше конечно панов потому что пан это пятый уровень наших конов пятый кон пан и у нас сохранилось выражение или пан или пропал если ты не будешь паном ты пропадешь в битве с захватчиками и поэтому были не просто витязи но были паны витязи это четвертый всего лишь уровень вот богатыри это третий уровень но это уровень богов фактически а пан это как раз возможности преображения превращения это все уровень пана а у него было еще и мессия потому что он в общем-то восстал фактически и в общем-то смог победить в конце концов и в честь него назван месяц потому что Куликово поле где он разбил асов оно нам татар понятно вот Куликово поле только в Кулу да но это Индия но больше это и нет названий таких Кулу а вот Кулу название Луны есть такое у некоторых народов поэтому мы можем предположить что Куликово поле было население которое вселенная тоже старое название Луны ну то есть она была заселена и поэтому он в общем-то считается основателем еврейского народа хотя он вынесен за скобки вот в сегодняшней истории у евреев его там нету как основатель нет он есть как основатель но как царь как нет нету вот а вот его вторженец хазар его как раз смогли убить он справился с ацами но с хазарами не справился хазары сразу захватили всю землю вот и они собственно говоря хазарские поселения еще после революции были у нас вот но их уничтожили в годы советской власти естественно вот у нас в 1840 где-то второй третий год случился потоп сначала была война ответная от хазар потому что хазар разбил святослав хоробрый которого отнесли в 11 век но действительно в них жил конец 18 начало 19 века точно так же как и Александр Невский он тоже жил в начале 18 века потому что ему только в 1740 году сделали раку хотя говорят что он там 500 лет назад жил да ему построили деревянную раку за 500 лет бы забыли все вся история у нас произошла вот в эти 500 лет начиная с 1560 года и по наше время и хазары нанесли по нам ядерный удар ядерный удар потому что он был и по Москве нанесен в который были французы как мы помним в 1812 году и описание ядерных взрывов сохранилось и у офицеров французской армии ну и у нас остались картины даже того же Верещагина как горит Москва горят каменные здания но такое бывает только при высокой температуре 4 картины сохранилось дошло до нас пожар в Москве и там везде горят каменные здания обычный огонь не вызовет горение камня и получилась такая штука выброс большой массы воздуха вверх то есть давление нас упало начались приливные дожди и самое главное упала температура дожди превратились в снега снега которые выпали на полюсах на полюсах меньше всего было тепла и они уже никогда не девались Антарктида покрылась льдом и Арктика покрылась льдом началось великое переселение народов у нас почему юг например всех континентов там Южная Америка белое население Индия белое население брамины они до сих пор в общем-то белые Южная Африка белое население ЮАР Австралия тоже белое население вот Арктика она не выдержала тяжесть этого груза она опустилась начался потоп и вот 1845 46 год это потоп когда погибла практически цивилизация Атлантов ну и вот появилась наша цивилизация то есть сначала были гекатанхеры потом титаны потом были исполины потом были атланты потом мы появились ну и сейчас готовится шестая и вот эта вот революция которая была и смела вот Петра Третьего она произошла еще не только потому что там эпидемия оспы спровоцировала но еще потому что они ввели Библию которая объявила покорность людей а это позволило ну раз мы не перевоплощаемся души бесхозные использовать души на головах и сегодня у нас земля является основным поставщиком Гаваха в нашей галактике почему когда мы обращались значит к нашу конфедерации космической цивилизации в общем-то сюда прибыло 350 цивилизаций которые практически все были против нас но 12 только высказалось за нас и наш вопрос о том чтобы нас приняли в конфедерацию в космическую были за то чтобы этот вопрос не снимать с повестки дня а вот остальные были за то чтобы убрать этот вопрос но тем не менее было на 23 год назначена встреча правда все всех кого мы оглашали они заменили на тибетцев а тибетцы как мы помним это религия бон а это людоедство и это питье крови человека для причащения то есть фактически они все в конце концов заболевают энцефалитом мозга как наблюдается при каннибализме а там тогда не о чем будет говорить нам что захотят то и навяжут вот но все души на сегодняшний день они используются на договорах за всю свою жизнь они накапливают много отрицательной энергии и вот они же детишек берут к роду для того чтобы получить с них гавах но моментально вот гавах идет им на бессмертие на омоложение вот поэтому они устраивают периодические чистки или как они говорят жатвы когда им надо много душ вот ну им хватает где-то лет на 100 или там на 50 ну каждые 50 лет они в общем-то эти чистки устраивают у нас уже было 5 революций но сейчас шестую революцию затеяли вот но это вот как раз 1789 года первая революция когда бастилию снесли и Петра III грохнули это революция 1748 году сразу после потопа 1870 года когда в общем-то отменили крепостное право полностью они на бумаге 1905 года когда инфлюенция ее спровоцировала и начались выделения из Римской ну то есть Российской империи вот эти страны Турция но Турция на ней отделилась на 1915 году отделилась и вот у нас то что мы говорим что у нас императоры все были римлянами в действительности мы можем посмотреть их портреты и вот на портретах видно что например Юлий Цезарь это Иван Пятый ну это Иван Царевич ну он сейчас как Иван Пятый проходит Петт Первый но их там несколько было вот но он связан с Августом но в честь его месяц назван Август вот Петт Третий это Октавиан Александр Первый это Нерон вы посмотрите они похожи Николай Первый это Тиберий император Наполеон Первый это Каллигула Александр Второй это Атон Александр Третий это Максимин ну или Максимиан то есть все они являлись уже римскими императорами хотя назывался у нас империя Российская но это после слияния как раз Великой Руссии и Готии ну и захвата Готии тихонечко невидимый захват смена руководителя ну и вот на сегодняшний день мы имеем то что имеем и задача в принципе вернуться к своим истокам вернуться к Дреле Православия когда у нас было и перевоплощение и бессмертие и божественные имена которые притягивали к себе не только бессмертие но и божественные свойства сейчас мы сделаем небольшой перерыв после чего я отвечу на вопросы тогда продолжим наш семинар как выглядят гоблины помимо их роста но они как люди у них единственное что достаточно топорный внешний вид ну то есть вот такое ощущение что топором рубленные очень резкие черты лица и грубые вот красивых гоблинов я не видел до 16 века на земле были какие-то катастрофы и войны не было был рай вот в 1560 ориентировочно на момент апокалипсиса до этого ничего не было уральские горы это результат падения гигантского дерева и скажите пожалуйста что вы думаете об этом нет уральские горы это тоже деревья деревья осаяны теньшань все горы они имеют древесное происхождение наше мироздание устроено таким образом что нижние более плотные слои подпитывают более высокие то есть они живут за счет других а в других мирозданиях точно так же да нет у нас мы сейчас построены как стадо по производству гаваха но все кто не в традиции древние православия они умирают попадают сразу на переработку неважно праведник неправедник все на переработку идут вот рассказывают про котлы где там безбожников там этих грешников варят но в действительности в тонком материальном плане если варить наши души там получается гавах 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 он идет как раз ну вот в 50 лет где-то у них раз происходит этот сбор жатва да они ну им хватает на 50 лет вот они приняли гавах им на 50 лет бессмертия там здоровья хватает потом им надо снова собирать и люди для этого как раз и созданы ну в смысле опущены для этого для гаваха потому что детишки когда значит детей используют на гавах то есть их же мучают перед этим потому что они же энергию мучений употребляют вот но они не дают столько гаваха на одного человека там на двух ну может быть на несколько но это ненадолго вот а там алинохром получают а потом значит то еще и гавах получают вот а душа за всю жизнь настолько нам учиться так и нам предписано библией мучиться не сопротивляться ведь в коране там сопротивление все-таки да там нету ударил по одной щеке подставь другую там конкретно а здесь значит уже все то есть полное закабаление нет перевоплощения есть мучения но все для того чтобы быть стадом и поэтому людей так и используют у нас почему у нас какое-то время проходит у нас ведь нет контактов с родственниками только первое время первое время им дают освоиться их заманивают могут другими планетами если у вас душа старая то обязательно предложат а если молодая но то на гавах сразу же то есть какое-то время они пожили и потом все походит на гавах значит урантия повелителей вселенных погибло из-за броты отказались убивать врагов своих а из разобщенности ослабили сами себя друг друга пока воевали из-за споров переходить от бессмертия на перевоплощение или нет а еще какие ошибки наших великих предков нам надо учесть по вашему мнению ну во первых да то есть доверчивость с одной стороны ну вот и потом уверенность что нам они скостят вот эту распространенность вот ну и те же вот параллельные цивилизации которые сейчас в подземелье там живут или в пустынях где в действительности в общем-то оазисы то есть леса и вот они там тоже живут они надеются что они выживут если нас уничтожат их тоже уничтожат возможность как бы выйти из этой ситуации это объединение опять же но они не торопятся да и не собираются объединяться нас же они тоже считают придурками ну опущенными знаниями без всего наша Вселенная бесконечная она не расширяется я правильно понимаю как это вообще можно представить в виде прямой линии она никогда не закончится если лететь в одну сторону не если мы будем лететь в одну сторону мы прилетим в то же самое место потому что галактика она искривляет движение у нас же все звезды двигаются вокруг центра галактики скажите пожалуйста гора Меру находилась на севере современной Гренландии у вас есть точные координаты вот есть несколько гипотез где находилась гора Меру вот один геолог он тоже мне рассказал свою версию но просил ее никому не озвучивать почему потому что там он считает основные залежи драгоценных камней сохранились вот другая версия да что Гренландия она же зеленая страна Гренландия если перевести на русский язык а до Гренландии она называлась виноградная страна насколько хорошо или плохо носить сережки цепочки на шее браслеты на руке из драгоценных или полудрагоценных камней или благородных металлов но это не плохо и не хорошо просто надо знать точки в которые можно вкалывать иголку для прокалывания ушей потому что каждая точка соответствует какому-то центру в голове какой вы проколите какой камень положите в сережку вставите такая в принципе способность будет у вас неправильно проколите не в тот день проколите не в тот час это все очень значимо почему колдовство и было на высоком уровне и почему она входила собственно говоря в Тору потому что Торить Торить судьбу а для того чтобы Торить надо знать календарь а календарь эти знания закрыты и нам то что сейчас с нами делают не используют календари потому что ну например когда вот сделали вот эти вот прыгающие праздники да но все же пошло не так сразу вот праздники должны быть непрыгающие но есть конечно варианты но это уже для для особых целей все это надо понимать вот что касается наручей браслетов это тоже очень важно потому что мы можем крови через камни передать любые свойства как проводились проводился обряд крещения какому-либо спасу он где-то описан да он есть наобийце наскусание сварага обряд крещения это он назывался не крещение а присяга присяга когда люди приседали потому что связано со стихией у каждого бога была своя стихия вот и ему присягали потому что человек приседал если земля или вода вот поднимал руку если воздух или стоял над огнем если огненная стихия у бога если знать как правильно жить духовно и развиваться нужно и одежду натуральную носить на конопли или не обязательно желательно но видите нам надо восстанавливать все виды ткани какие у нас были у нас у каждого бога была своя ткань а у нас много различных растений дают пеньку пенька это в действительности вот эти вот сосудики по которым идут питательные вещества от корней листьям и цветкам и вот из них делали нити а из нити уже ткали одежду у нас была и лебеда и осод и этот лопух то есть все что давало пеньку сейчас вот у нас много таких растений и крапива крапивные даже сейчас есть ткани то есть в свое время это задали тут наши ребята это производство сейчас делают немного но делают ну и коноплю тоже делают тоже немного но делают считалось что непроходящий насморк это результат загрязнения лимфы это так это грязный кишечник тонкий если его прочистить никакого ринита не будет прочистить можно касторкой можно конечно и магнезией вот но там обезвоживание возникает в принципе тоже можно побороться с этим лучше себя касторкой чистить в какой книге можно подробно узнать о биографии Катила который был основанием католичества когда началось первое разъединение и образование современной католической конфессии католические конфессии они втихаря внедрялись во все конфессии с помощью вот репрессий на священников у нас же православных священников они же вышли из-под поля после революции а их всех уничтожили вместе с их семьями гряде на 100% но это свист уничтожили всех с детьми с женами уничтожили полностью все кто хоть чуть-чуть знал православный обряд их уничтожали потому что православие оно было связано с перевоплощением которое было остановлено Петром Самозванцем скажите пожалуйста как себя обезопасить нападение во сне но вот у нас много людей убивают именно во сне именно такими нападениями то есть или душат или значит это но в действительности надо иметь какую-то физическую подготовку чтобы им мочь сопротивляться но они сильные вот если деволос придет конечно против него ничего не сделаешь но они потому что разрывают человека вот так вот потому что описание деволосов которые выходят иногда из тонкого мира где они сейчас руководят адом они выходят и в общем-то здесь творят всевозможные безобразия вот а если анты там или там ну иногда вот этих маленьких которые у нас в качестве домовых живут они физически реальны вот домовые некоторые реальные а некоторые созданные тонкоматериальные но они безопасны и они наоборот нам помогают а вот эти могут вредить потому что они как обезьянки маленькие они могут начать воздушить но с ними легко справиться хоть женщина хоть мужчина а вот с антами уже сложнее они легко откручивают голову например человеку такие случаи описаны вряд ли такое последовательное уничтожение по великой вселенной было хаотичным скорее всего это было организовано из единого центра кто главный организатор не инициатор вторжения на землю есть определенная цивилизация или это союз какой-то типа межгалактического но за Византией и за писеглавцами стоит межгалактический союз но сейчас он они добились своего и в принципе сейчас я так понимаю у них претензий нет вот потому что если даже человечеству сейчас дадут свободу нам подниматься миллионы лет до тех уровней вот поэтому мы сейчас не опасны для них а вот эти безобразия которые творят эти захватчики захватчики земли не всем это тоже нравится в межгалактическом союзе по четвертому обращению если судить да не готовы вторгнуться если люди их попросят поэтому мы и просим чтобы они нам помогли как правильно спать головой на север всем или какой-то определенной категории людей всем конечно вот но жрецы они могут для приема информации спать под углом направления бога то есть на циферблате какое направление под этим углом и спать чтобы получить от него информацию вот а для того чтобы получать божественные свойства нужно спать под углом самого бога к северу естественно как можно восстановить перерезанные сухожилия в пальцы ноги много лет назад но это питание по богам то есть когда бог вступает в покровительство наступает его покров вы едите его пищу вступает следующий бог едите пищу следующего бога и вот у людей у которых там и связки порваны и мениски оторваны у них все это восстанавливалось то есть я не голословно говорю это факт они сами не ожидали таких результатов хасиды вы думаете жрецы какой именно цивилизации дэвов или захватчиков хасиды вообще-то это русские жрецы потому что у нас был кассидарь а кассидарь включался множество стихов разного плана там и для развития способностей и для снятия заговоров и для превращений ну там очень много и вот кассидарь их много кассидарь это общее название хасиды от кассидаря происходит и и собственно гриаз основа жрецкой армии израиля это хасиды по словам левошова иисуса христа звали родомир именно его распяли он не поминал им о крестосе но это его гипотеза потом у нас крест христами называют или пять или шесть человек по разным историческим этим аналог вообще христос ведь как спас поэтому спасом можно ну то есть он как синоним спаса поэтому понятно что у нас у нас только пять крещений было да пять крещений это в Питерико Киевской Печорской Лавры описано поэтому вполне возможно что родомир может быть один спас надежнее всего сохранить выращенные овощи в погребе или кессоне от грызунов и гнили ну гниль как правило куривают вот все вот эти помещения скласские серый СО2 он сильный такой ну то есть микроб не дает развиваться вот а от грызунов ну там изоляция должна быть ну некоторые делают бетон там со стеклом потому что они прогрызают бетон а вот когда там стекло еще да они ранят зубы отступают отступают когда душа попадает в тело младенца многие кушерки домашних родов говорят что душа встраивается в тело в течение первого месяца рождения так ли это может быть и так но как правило она вот когда душа вселяется это происходит в первые часы зачатия потому что у женщины изменяется внешний вид она становится похожа на ту душу которая в нее вселилась поэтому но во всяком случае мужья могли это отмечать некоторые женщины становятся красивее от этого некоторые наоборот дурнеют слегка а в какой момент была тартария ну ассурия была преобразована в тартарию когда вот тара да осталась тара а ее потом тоже хитростью заманили ну нам она известна как книжная тараканова а после нее ассурию крестили в тартарии потому что был тор один у него посмертное имя тор и тара то есть двойное тартария тартария куда попадают русские кришны после смерти ну в ад конечно на гавах но сначала там нету ада сначала там вас встретит белое светящее существо вам тут расскажут какие тут прелести люди радостные уходят туда и радуются что они освободились от болезни от всего но не тут то было они же бегут с того света и пытаются воплотиться кто во что в этот момент потому что их забирают их хватают и садят в котлы реально в котлы которые в общем их переварят на гавар и они и в грибы готовы воплощаться как англичане недавно же гриб найден такой который на человека похож и в гусениц и в пауков и в животных и в растениях особенно вот мадрагора в нее часто в корне там ну там потому что быстро надо воплотиться а надо чтобы то зарождение было попасть сложно в этот момент поэтому в растения проще в корень вселились и пожалуйста мадрагор практически у всех корни человеческий вид имеют в вашей школе училась Светлана которая называлась членом межгалактического света чем она цена для такого света каковы ее особенности как ценного советника спрашиваю потому что слабо верится что она является таковым членом ну ее там сказали она контачит она реально контактерша вот ну непонятно конечно кто вот ну хотя они там говорят кто вот но она нам в какой-то степени помогала тоже разобраться в этих вопросах с кем мы как мы вот у нас же потому что контактер не один который нас консультирует мы сопоставляем информацию потому что ну мы в принципе как бы не состоим в контакте у нас контакты ну вот недавно который был те же писанаги пришли да причем не только ко мне одному еще несколько человек было кому они пришли вот при прямом общении там телепатическое общение возможно мы видим мы настраиваемся и мы можем получать информацию от них и передавать а если мы не видим ну я например не состою в контакте хотя встречался не с одним видом инопланетян но и с параллельными структурами но это мое было хобби что такое гавах или гаванк не до конца понятно что это гавах это тонкая материальная энергия которая используется для бессмертия или для здоровья разных существ живых вот есть гавах в православии в дреле православии есть понятие гавака но это когда люди говорят друг другу приятные вещи вак это вообще вокал ну вот вякоть откуда слово когда мы говорим и га это дорога гавак а вот гавах это как раз вот это и есть тонкоматериальная но она построена на страдании она противоположна гаваку сейчас рассказывают про ричарда гравит и его завещание он якобы был сатану это правда или сказка вы знаете я в этом вопросе до сих пор не разобрался у меня собственного мнения на этот счет нет потому что с одной стороны какое-то странное поведение да ну то есть все удается и вдруг самоубийство да а с другой стороны сейчас же много распускается всяких этих что мы победили что мы победим вот когда прогнозы такие делаются но это говорит о том что мы не победим озвученный прогноз не осуществляется вот ну и здесь как бы дается нам карблан что мы вроде как победили мы победим может это тоже вот очередная утка но очень похоже но я не утверждаю это на сто процентов то есть у меня есть сомнения существует ли с друг друга колыбель цивилизации и как она связана с межкалактическим советом и с нами есть хранители которые знают канон которые знают принципат вот хранители есть они кстати все иудеи ну и не только иудеи но основная вот кто знает принципат это можно назвать колыбель цивилизации но они относятся к хранителям они готовы дать людям эту информацию но когда люди станут разумными когда они перестанут употреблять такие выражения что инопланетян нет летающей тарелки это оптические иллюзии не будут рассказывать нам про плоскую землю вот то есть ну и других глупостей не будут говорить у них же много глупостей на сегодняшний день говорится там пять признаков и все пять признаков нарушены пять признаков неразумности они все вернее выполнены эти признаки правильно ли пить газированную воду да нет неправильно тонкие вот эти наши сосуды тоньше волоса когда туда попадают пузырьки воздуха они закупориваются из-за этого у нас растет давление в организме и кстати говоря одна из причин гипертонии это как раз пища газообразующая у нас практически все газообразует вот приходится есть чеснок там имбирь еще что-то причем сырое капуста там яблоки они все газообразующие и слизи образующие владеете ли вы техникой гипноза и будет ли у нас освещаться тема в школе ну нужно ли вообще есть сейчас школ много по гипнозу просто гипноз он же в действительности все знания даже которые были 19 веке не секречены там вот была школа Шарко этого Дельвиля школа ну еще были но я сейчас не вспомню сразу там описаны как раз вещи интересные но не все секретные и поэтому нет смысла сейчас все это освещать хотела бы уточнить вернутся ли драконы на землю странное ощущение будто я чувствую иногда их присутствие и вопрос с чем связано что расселение наших бессмертных предков так кому-то поперек глотки ведь чужие планеты не занимали а могли новые создавать да совершенно верно дело в том может еще еще вот чем вот по поводу ощущения присутствия драконов они в реальности присутствуют и вот но это не для этого то есть рассказ был такой что но это как очевидец рассказал моему товарищу вот он дедушка взял внучку повел в горы к своему дедушке ну отцу то есть прадедушке с бабушкой которые жили высоко в горах ну и вот он посадил там эту внучку на дерево отца а между ними там речка небольшая он перешел на ту сторону и начал молиться и тут эта девочка уже рассказывала что вода стала брызгаться и камни летели и оттуда вылез дракон вот он посмотрел на эту девочку подошел к ней и пошел обратно то есть эту девочку как она потом поняла хотели принести в жертву но дракон не взял ее почему-то а драконов их много значит там и во-первых драконы кто вообще такие драконы да вот даже по рентиви было сначала я выступил они нашли все-таки этого человека который рассказывал это диггер он спустился в пещеру в одном и увидел там два на три такие эти куски льда два на три метра и заморожены драконы и таких кусков льда там горизонт все в этих кусках льда а вообще драконы независимая экспертиза их ДНК вот этих вот окаменевших там яйца находят значит самих драконов показывает что у них ДНК такая же как у человека а это о чем говорит говорит о том что они рождены нами и они рождены для внутренних сельскохозяйственных и бытовых целей то есть они ухаживали за детьми это на камнях яйки отражено они использовались как летательные аппараты на них летали люди они использовались как плавательные агрегаты на них плавали люди они использовались как гувернанки для выкивания и слежения за детьми вот использовались как пахотные животные использовались как для войн, то есть бронтозавра, например, у которых броня перед на лице с шипами причем. То есть это своеобразные танки. То есть использовали в битвах. Битва вообще-то би-творение. У нас есть тварные животные, которых мы сотворили, но вот драконы они к тварным животным относятся. Но они сейчас создали свою тоже цивилизацию. Они, в общем-то, тоже разумны, но не так сильно, как была наша предыдущая цивилизация и предыдущая цивилизация. Потому что к цивилизации интеллект падал, мышление падало, культура падала, все падало. Мокли создавать новые пространства? Да. Как вернуться к истокам цивилизации пространства? Конкретно. А мы что делаем? Мы учим как раз делать тризну, делать именно речения. Как делать именно речения? Какое именно речение? Мы же это все проходим. Это самое основное, что жрец должен уметь, будучи не кудесником. Кудесник – это жрец, который работает в куде, который служит богам постоянно. это его работа. А в жреце он работает, служит там где-то на какой-то службе, но не кудесником. Может быть, там, и управляющим, может быть, каким-то бухгалтером, инженером, или еще кем-то. Но это не возбраняется для жрецов. Вот для сегодняшних христиан возбраняется полностью. У нас нет. У нас возбраняется только высшие посты занимать. Жрецы не должны. У жрецов не функция управления обществом. У жрецов функция наблюдения. Наблюдение и пресекание, отклонение всевозможных от того курса, который намечен. А у нас курс на рай, курс на совершенствование, развитие и цивилизации, и человека. Потому что человек – это главная в действительности ценность. Получается, сын внук Владимира пошел против отца деда Иоанна Грозного и этим разделением привел к гибели нашей лица его деда. Это несколько, насколько мы были бы сильнее, если бы он поддержал и выступил на стороне деда. Разве мы бы тогда проиграли? Мы были бы едины. Но вполне возможно. И, кстати говоря, этот сюжет положен в основу многих народов, что как раз вот деду-то ну, порочили там и оракулы, и он сам знал, что придет внук, который его уничтожит. Вот Дзев там, ну, это уже сказки, конечно, он там всех детей уничтожал. У Моисея такая же история. Ну, то есть у всех народов этот сюжет он описан. Пушкин написал тоже «Цов на горе», когда в бочку там посадили роженицу с ее ребенком и бросили в океан. Этот сюжет у многих тоже народов присутствует, но это все об одном и том же. после Гаваха душа умирает, ее тело все перерабатывается в Гавах. Мне один человек сказал, что моя душа на 8 месяцев ушла в ад и вернулась при рождении. Как это понимать? Или это бред? Благодарю. Дело в том, что у нас из ада тоже можно воплотиться, если подпишешь договор, вредить людям. Вот они почему еще не любят и не хотят, чтобы дрель в православие возвратилась? Потому что все, кто сегодня подписал договора, да, если они принимают дрель в православие, все договора аннулируются автоматически. поэтому очень много препятствий, чтобы дрель в православие не появилось снова на земле. Если дочь 4 года разговаривала ночью на китайском, это этого бояться и этого вспоминания из прошлых жизней. Да, вспоминания прошлых жизней. После смерти человек видит туннель. Ну, бывает, что туннель, вот, но это, как правило, старые души. А у некоторых просто погружение, просто темнота, потом очухиваются уже на том свете. Можете, пожалуйста, озвучить себе пять признаков неразумности человечества? Ну, вот это плоская земля, отсутствие инопланетян, что нет большей скорости света, расширяющаяся вселенная. вечных двигателей не существует. Это все признаки неразумности. На этом моя лекция заканчивается. До свидания. Редактор субтитров